Всем привет! С вами Вольга Дуброва, а вы на канале Процветок. Будем готовить розы к зиме. Укрывать их пока не станем, но основные принципы подготовки я вам расскажу сегодня. Итак, какие розы мы будем подготавливать? Для разных групп различные способы подготовки. Но в целом они где-то между собой перекликаются, пересекаются. Если вдруг у вас остались укорененные черенки, что с ними делать всегда возникает вопрос. Если вы черенки заготавливали как положено, после или во время первого цветения, а это, как правило, конец июля, начало июля, то мы их вполне можем себе оставить в грунте и будем поэтапно готовить к зимней спячке. Если у вас черенки более позднего черенкования, где-нибудь там вы уже в июле догонялись, иногда даже и в августе можно этим заниматься, то тут вы уже непременно сохраняете их в первую зимовку в помещении, потому что они еще не сформированы. Считается, что черенки, ткани, запасающие различные органы, в том числе корни, формирующиеся почки, они готовы через 75 дней после укоренения. То есть вот этот период с конца июня, начала июля, это как раз-таки нам и говорит о том, что наши однолетние череночки уже готовы к первой зимовке. Если сомневаетесь, несите их в помещение. Какое помещение? Можно даже устроить зимовку в подвале, периодически увлажняя, не забывая про них. И главное там, чтобы не было переувлажнение, потому что тогда всенепременно, особенно жирующие побеги и побеги, которые травянистые, они всенепременно высохнут рано или поздно, а может быть, если они толстые, они изгниют. Следующая история – это чайно-гибридные розы, розы флорибунда. С ними все как бы понятно. Мы их обрезаем на сантиметров от земли, сантиметров 40, либо там считают почки, 4-5 почек. Это как кому больше нравится отсчитывать. Когда мы к зиме приходим вот с такой красотой, и вы спросите, что с ними делать, я вам скажу, пока ничего, а может быть, даже и дальше ничего. Как так, скажете вы? Да, потому что посмотрите на их листья. Я думаю, что это результат обработки нашими биопрепаратами. Октябрь месяц, и мне даже трудно найти, и даже здесь нету. Нету. Ну вот один листик нашла с поражением. Поэтому нет необходимости оббирать листья. Да, и вы почитаете где-нибудь, и все непременно найдете. Обобрать все листья. Да, скажу я, если это листья пораженные. Если они в процессе роста, трогать их не надо. Потому что, как вы помните, зачем растению любому лист? Лист – это фотосинтез. Лист – это транспирация, то есть передвижение воды и испарение. И лист – это что еще? Газообмен. Дыхание. Куста. Поэтому от листа зависит жизнь любого растения, в том числе и розы. Пока он зеленый, идут все эти процессы. Идет созревание корней, идет созревание стеблей, идет созревание почек. И мы сейчас, как нам не было жалко, только можем сделать вот так вот. Вот так вот. Можете совсем сорвать. Вот они такие крохкие оказались, и можно полюбоваться. То есть мы как бы прекращаем рост. Если они бывают не крохкие, то тогда мы просто подгибаем. Весна покажет, кто остался жив или кто замерз. Потому что даже коротко обрезанные, если они не сформированные, не вызревшие побеги, они при укрытии все равно подмерзают. Ну только если им сделать шалаш с сухим укрытием, когда на них ничего не нападает, и там у нас и опилочки, или лапки, а сверху такой вот шалашик, то тогда, конечно, она сохранится. И иногда сохраняются даже лучше те, которые не обрезаны, а которые мы пришпиливаем к земле. И так они сохраняются лучше, если у нас такая задача сохранить побег. Лучше, чем если бы мы ее обрезали. При нуле градусов все процессы уже затухают, прекращаются. Прекращается фотосинтез, и поэтому все это будет происходить постепенно. При минус 4-8 градусов мы уже можем говорить о том, что нашу розу можно готовить непосредственно к укрытию. Укрытый материал может быть любой у вас. Это могут быть и лапки, у кого есть такая возможность их приобрести. Это может быть нетканый материал типа спонбонда. Ну, кто-то для особо ценных сортов, и когда этих сортов немного, и удобно это делать, когда они сидят в ряд, делают каркасы, нагибают там плетьи роз, и сверху покрывают снова же каким-то материалом, который даже может и не пропускает туда воду. Конечно, сухое укрытие – это идеальное укрытие для зимовки розы. Когда мороз минус 4, минус 8, и такая вот устойчивая уже наблюдается погода, то в это время крахмалы превращаются в сахара, и сахара не дают розе замерзать. Мы будем только тогда делать окончательное укрытие. Давайте сделаем все-таки обрезку. Понятное дело, что нет смысла никакого оставлять вот такие, из-за, видимо, срезки на букеты. Вот они пошли, почки проснулись, и пошли такие окрашенные побеги и листочки. Когда мы видим такие побеги, это говорит о том, что это совершенно молодые побеги. Они не перезимуют ни при каких условиях, даже при нашем хваленном сухом укрытии. Ну и будем обрезать. В целом, что еще мы должны осенью посмотреть? Возможно, где-то есть какие-то заломы, больные побеги. Мы это все удаляем однозначно. Ну, а здесь давайте просто вот мы удалим. Вот этот я вот хочу удалить. Я его сохраняла. Ну, хотя бы вот так вот. Здесь я вырежу его, потому что, несмотря на то, что формировали мы, формировали, и замечательно, сколько было цветоносов, мы сделаем обрезку такую. Получается раз, два, три почки. Будем ли это сохранять? Тоже не будем сохранять. То есть вот такую обрезку мы произведем. Можно обрезать здесь, тогда отсюда пойдет побег весной. Можно обрезать здесь, но сомневаюсь, что оно перезимует. Тогда побеги пойдут отсюда. Это была у нас весенняя обрезка. Здесь эта почка не перезимует, поэтому мы уже обрезаем ниже. Это мы обрезаем раз, два, три, обрезали. Надо ниже обрезать, 5 миллиметров над почкой. Здесь не перезимует, но дадим шанс. И здесь вот остался рубец от листа, поэтому вот отсюда мы еще считаем раз-два и над верхней почечкой обрежем. Это тоже никак не сохранится. Обрежем. Вот наша роза подготовилась к тому, чтобы делать ей укрытие. А кто это такой? Это тот череночек укорененный, про который я вам говорила. Его мы будем укрывать поэтапно. Сначала мы все-таки, он видите, зеленый. Обрезаю здесь какой-то засохший побег. Все здесь у нас чистенько, все хорошо. Обрезаем тут тоже что-то. И на первом этапе, до первых заморозков, я делаю укрытие такое вот. Это смесь песка с торфом. Все это сухое. Вот я сделала ему сантиметров 10-15 такую пирамидку. Затем, когда ударят уже морозцы, и морозцы будут постоянные, градусов, как я говорила, 4-8, я обрежу эти листики. Но это потом, не сейчас, потому что сейчас у него будет возможность еще работать. Но в дальнейшем, после мороза, я это все удаляю. И после установления постоянных морозов я этот черенок еще раз утеплю. И уже можно и опилками добавить сюда опилочек сверху. Не бойтесь, что они промокнут. Все равно, рано или поздно, хоть говорят там сухими опилками, все непременно, рано или поздно наступит момент, когда они промокнут. Ну, а если сделать такую подушку после заморозков, то там очень длительное время будет оставаться торф с песком сухими. И так как торф с песком, то он будет способствовать тому, что влага не будет скапливаться, она будет как бы отводиться, и в то же время будет сохраняться тепло. Если черенок побольше будет, по итогу сначала 10-15 сантиметров, а затем мы добавляем, практически укутываем его абсолютно, и общее укрытие составит сантиметров 25-30. Это так поступаем с черенками, которые правильно зачеренкованы, и они готовы к тому, чтобы первую свою зиму провести в открытом грунте. Плетистые розы мы снимаем, если у кого-то есть опоры, снимаем с опор, прикладываем к земле и пришпиливаем шпильками. Шпильки можно изготовить самому, и я вам потом покажу, как эта шпилька может выглядеть. Можете попросить мужа, чтобы он вам нарезал, позагибал, и вы потом смело и быстро ими пользовались. Вырезаем те плети, которые не зеленого цвета, а бордового цвета, потому что это совершенно троянистые, и они не вызрюют, вряд ли вы будете стоять и миллион листьев вот так вот обрезать. Не вижу в этом никакого смысла еще с этими вот всеми шипами. И потом, значит, вы будете делать по-другому. Значит, вы будете делать вот так. Шах, шах, шах. Тоже так себе работая. И во время такой процедуры может что происходить? Может происходить просто травмирование еще невызревшего вот этого листового рубца. И сюда снова же может проникать инфекция, если есть какие-то, ну, такой вот не совсем здоровый фитопатогенный фон. Поэтому это снова к вопросу о листьях обрывать или оставлять. Оставляйте листья. Снимаем с опоры плетистую розу. Снизу листья тут уже есть и с легким поражением. И вообще они уже готовы к тому, чтобы отвалиться. Все-таки уже осень. Это не вечное зеленое растение. Привет, красавчик. Ты пришел помогать? Ты молодец. Ты молодец. Боже мой. Тебе плопату такому кабану. Ты бы перепахал весь огород. Вот это мышцы. Да, все, не мешай. Не мешай. Тут мы вот будем листья убирать. Подожди. Убираем все опавшие листья. Это, конечно, имеет смысл. Хотя за зиму сопрофитные микроорганизмы тоже сделают свое дело. Но на растительных остатках, когда много различных поражений, то, конечно, лучше их удалять. Вот удаляем, удаляем. Конечно, работа длительная. Я вам показываю принцип. Удаляем. И начинаем. Пока нету отрицательных температур, мы начинаем поэтапно нашу плетистую розу к земле подталкивать, поддвигать ее к тому, что она должна прилечь. Когда мы делаем это не первый год неоднократно, она уже к этой процедуре привычная. Еще можно подкопать с той стороны, с противоположной стороны, куда мы будем укладывать. Укладываем туда, значит, делаем легкий подкоп здесь. Все побеги собираем вместе. Либо, когда их очень много, мы их разбиваем на несколько пучков и потихоньку пригибаем, сняв с опоры. После того, как уже наступят низкие температуры, растение будет готово к тому, чтобы его все-таки принудительно положить спать. Если не делать такого поэтапного продвижения ближе к почве, то с наступлением низких температур древесина розы становится хрупкой, и мы можем просто повредить побеги, и они надломятся у нас. Для того, чтобы затем они были все-таки зафиксированы в почве, перчатки, конечно, лучше брать не такие, а брать настоящие перчатки, кожаные, толстые. Есть специальные перчатки, которые не пропускают шипы у роз. И затем эти пучки мы укладываем, укладываем, и... Сейчас я придержу, чтобы она не встрыкнула мне обратно в нос. Примерно вот такие шпильки. Она может быть короче, но материал, металл, должен быть достаточно крепким. Не знаю, как металлургово это называется, но он должен быть, наверное, закаленный с тем, чтобы он не пружинил, не разгибался, то есть вот она абсолютно прочная. Длина такая для чего? Для того, чтобы как можно больше вошло в почву и фиксировало там наши все-таки подпружиненные побеги. Поэтому после того, как свяжем пучки, ниже, ниже, ниже будем делать. Это сейчас я сделаю не вовремя, но показываю вам принцип. Вы вгоняете шпильку в землю и вот таким образом оно фиксируется. Раз, затем здесь и сверху накрываем любым укровным материалом. И так будет в таком состоянии обеспечена замечательная зимовка нашим плетистым розам. Это то, что касается плетистых роз. Надо ли ее окучивать? В принципе, плетистые розы очень выносливые и замечательно зимуют в таком состоянии. Чем замульчировать? Тоже ваше дело. Главное, чтобы материалы при мульчировании были не влагоемкие. Это не должно быть сено, потому что заведутся мыши. И солома не должна быть. Мыши заведутся. Сено-солома, они будут в процессе подгнивать и набирать в себя очень много влаги. Поэтому материалы не должны впитывать огромное количество воды. Самое надежное, конечно, если позволяет грунт между растениями, то просто здесь сантиметров двадцать сделать такое вот окучивание. Здесь позволяет, никому не мешает. Господи, вот как бывает. Это вот такая вот история. Всегда ставьте метки, этикетки. Вот она, лилия дорогая. Мы ее пересадим. Когда в цветнике растения сидят близко друг около друга, то мы можем просто от соседнего растения забирать землю. И здесь оголятся корни. Их не будет видно, может быть, но они будут близко к поверхности земли и будут происходить подмерзания. Вы посмотрите, что делается. Поэтому срочно баверию метаризиум, которые будут проникать в ткани, разрушать и пожирать их. Если нет возможности такой, насыпаем, приносим в зависимости от размера нашего куста одно-два ведра хорошо перепревшего компоста, возможно, навоза. Это будет тоже очень здорово, потому что будет одновременно и тепло, и питание. и можно смесь торфа с песком, что у вас есть. И тогда сверху насыпаем полтора-два ведра такого укровного материала. Это будет называться окучивание. Таким образом, мы подготовили наши розы к зиме. Следите за погодными условиями, следите за понижением температуры и постепенно оказывайте внимание своим замечательным королевам розам. Спасибо за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал.